МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Небольшим исключением станет очередной выпуск «Наши люди», повествующий об уникальных Ахтубинсах. Героями новой программы стали люди, которым всего своего увлечения достаточно проблематично прийти к нам в гости и продемонстрировать свое увлечение, которым они занимаются на протяжении всей своей жизни. Поэтому мы пришли к ним сами. Символ мира – голубь, парящий в небе. В легендах и сказках этой красивейшей птице отводится немаловажная роль. В библейских рассказах именно голубь сообщил благодатную весть о конце потопа и начале новой эры человечества. Существует мнение, что впервые голубей человек сумел приручить более пяти тысяч лет назад. Эти птицы – невероятно выносливые и сообразительные. Лучшие представители вида не уступают по интеллекту трехлетнему ребенку. Первым представителем домашнего голубя была птица неказистой сизой породы. Но благодаря селекции и кропотливой многолетней работы человек сумел создать огромное количество пород самых разных окрасов, формы тела, оперения и назначения. Ахтубинец Сергей Головков разводит птиц неординарной внешности всю свою сознательную жизнь. У меня отец был голубятником. Я, в общем, с ними с детства знаком. Вырос, можно сказать, с ними. Ну и так оно у меня и осталось это все. Любовь как-то голубям проявилась. И они уже, знаете, как уже моя семья, скажем так. Мои питомцы, у меня же выводки свои. Его приучил отец, отца в свое время дядя. Таким образом, в Головковых появилась своя семейная традиция. Сейчас у Сергея насчитывается приблизительно около 60 пернатых питомцев. Есть среди них самые молодые, которым месяц от роду и, так сказать, встречки. Вот красавчик, тоже старый мой. Всех их можно разделить на три породы. Бабочки – одна из самых красивых высоколетных голубей. Статные или, по-другому, выставочные отличаются своей красотой и изящной формой тела. И Николаевские. Наша основная порода – это Николаевские. У них крыло немножко уже, они кругов много дают. Ну, не так уже красиво как бы. Хочется, чтобы Кимово на дом он стоял. Для того, чтобы получить ту самую красоту, зрелищность полета жителей Владимировки занимается разведением новых пород. Таких, которые смогут вольно летать при наших нескончаемых ветрах и притягивать своей пернатой красотой. Я беру одну породу замашенных, например. Они бывают торцовые замашенные, вот такие, которые красиво машут крыльями. Порую с нашими Николаевскими, у них крыло поуже, но они дольше летают. И получается как бы новая уже порода. Именно под наши условия. Вот Николаевские, они чаще всего голоногие, и крыло у них немножко уже. А вот замашные, крыло. Замашное, да. Основной упор идет именно на перебитых, по-другому смешанных. Их здесь больше половины. Но нельзя не обратить внимание на этих белоснежных созданий природы. Их Сергей тоже скрещивает замашными. Причудливое оперение делает их непохожими на дворовых сизорей. Правда, за красоту декоративным голубям приходится расплачиваться. Наличие вычурных перьев затрудняет полет. Вот кровью меняешь, они потом, получается, и крыло у них другое. И плюс, получается, мохны, чубы. То есть уже другая порода. Он бы и красивше уже смотрится. У него и как бы мохны, чубы. И крыло уже перебитое. Называется, перебиваются. Вот они на месте стоят. То есть белый может спороваться с черным. И потом они, короче, голубяты у них получаются. Тут-тут черное пятно, тут-тут. То есть мазь не держат они. И вот я слежу. Раз они споровались, я их беру в ящик. Белого с белой голубкой. Черного с черным. Битого с битой. Чтобы мазь не менялась. Достигается красота. Однотонность, так скажем. Чтобы крылья, например, белые. Вот курская порода. У него хвост черный. А крыло, видите, все белое. Красота какая. Хвост, видите, весь черный. Без всяких вот... Всякие нюансы вот это. Это уже как бы брак считается. Вот удачные голубята получились. Красивые. Они вот по масти пошли. У меня это я с чердака снял. У них и крыло однотонное. Видите? Нету, то есть, белых тут перинок никаких. И хвост весь, видите. Вот перебитые уже от битого. И битые голубочки мои. С наступлением утра первым делом мужчина бежит к голубятню. Птицы требуют круглосуточного внимания и правильного ухода. К примеру, абы какое зерно эти все закрыли, есть не будут. В рацион питания добавляются витамины. Кормят птиц два раза в сутки, утром и вечером. У каждой пары голубей есть свое гнездышко. Голубевод-любитель смастерил для них вот такие апартаменты. Рассказывает, летом птицы проводят время на крыше, а в холодное время года здесь. Счастливых обитателей голубятни ежедневно выпускают в небо. Такие прогулки особенно важны для высоколетных птиц. Они, в отличие от декоративных, считаются мастерами высшего пилотажа. Есть такие голуби, знаете, поднимаются они очень высоко. Их накрывает, например, туча. И она уносит, и он два, три дня, четыре, до недели вот были у меня такие вот черные. Неделю их нету, и через неделю прилетают. Высоколетные голуби поднимаются в небо на два километра, превращаясь в едва заметные точки. Воздушные асы ловят потоки воздуха, а затем часами парят и кувыркаются на высоте. Правда, порой такие прогулки на свежем воздухе заканчиваются трагически. Опасность для голубей в небе исходит от соколов и ястребов. Затем гости так и норовят соседские коты. Губит болезнь вертячка. Я же постоянно с ним пришел с работы, посмотрел, смотришь, нету таких. Они больные, сразу крючатся, такие, ну вид такой, видно, по нему сразу она больная. Или он бодрый бегает, там воркует. А вон, да? Вот дерутся, да. А, или дерутся? Дерутся. И голубенка стала красиво. Кстати, если в небе у сезокрылых защиты никакой, на земле своих пернатых братьев охраняет немецкая овчарка и кошка Анфиса. Сергей приучил их не обижать своих. Дружить с ними постепенно учится и любопытный рыжик. Многих голубятников, голубей, кошки воруют соседские, там своих-то приучаешь, приносишь каждый день, раз нельзя, нельзя, ты понял, все, раз, не трогает уже. Так же и собаку. А чужие никто их не учит. И знаете, как это по закону пакости, скажем так, вот эти замашные, они взлетают, им труднее, у них крыло большое. А эти, которые наши Николаевские, тю-тю-тю, и все, уже вверху. А я пока кошка догоняет, хватит, и все, и потащила. Она даже если укусит, бросила, видно, в зубах у них какой-то яд или что там в когтях. Голубя уже потом ничего ему не сделаешь. И мазал зеленкой, и йодом, и антибиотики давал. Все равно умирает все время. В домашних условиях голуби живут в среднем 15-20 лет. Держит их Сергей совсем не из коммерческих соображений, исключительно для души. Ибо никакое денежное благосостояние не сравнится с тем чувством душевного спокойствия и умиротворенности, когда находишься в голубятне, добавляет наш герой. Бывает настроения нету. Птичку запустил, посмотрел, все, оно отошло, все хорошо стало. Душа наполнилась, скажем так. Красота спасет мир. Знаете, такая есть поговорка. Вот, как-то вот в этом плане. Они узнают своего хозяина в любой одежде. А вон, в свою очередь, с легкостью может определить, кто из них кто. Глаз до того набил, что я вот так вот могу определить. Где голубь, где голубка уже. Другому человеку. По осанке, по голове. Смотрю, вот голубка. Вон ту голубь. Голубка. Голубка молодая будет. Вот голубя голубочка будет. Голубь. Голубка. Ну, как бы, вот так вот. А вот молодых вы не можете? Пока маленькие они, еще я не могу определить. А подросли уже, видно, по осадке, по голове. Наверное, вот это голубка. Или маленький? Нет, это голубь. Он может рассказывать о них долго. Говорит, не представляет себя без них. Бросать свои увлечения он не собирается. Сергей Головков мечтает, чтобы в ближайшем будущем они организовывали между своими птицами соревнования. Полудетники, знаете, они такие люди, душевные, так скажем, что ли, больше. Наверное, из-за того, что они больше с живностью общаются, понимаете, как-то вот укапливаются или откладываются, может, пробуждаются. В основном отзывчивые все люди, хорошие. Пока мы наблюдали за красивым представлением в небе, на земле требовала внимания к себе гуслиня Марта. А гусы не-то с характером. Главнее оторвать и от двух индоуток, дружно проводящих время вместе. Здесь же прогуливаются курицы с петухами. Шипят, кудахчат, гогочат. Вот такое вот бесконечное живое общение друг с другом. В дальнейшем Сергей планирует расширить домашнее хозяйство. Так что друзей у этих непосед прибавится. Кстати, в скором времени Сергей и его супруга ожидают прибавления в семейство. Кто знает, может, именно этот ребенок продолжит семейную традицию Головковых. Спасибо вам, Сергей, за то, что сегодня предоставили возможность познакомиться с вашими голубями и прикоснуться, так сказать, на удачу. Запустили? В мире насчитывается свыше 8 миллионов голубеводов-любителей. В Ахтубинском районе это только по неофициальным подсчетам свыше 100 человек. В 60-е и 70-е годы голубя почти официально назначили символом дружбы народов. Голубеводство стало делом всесоюзного значения. Держать их тогда было, ну, очень модно и престижно. Этому занятию отдавались люди разных профессий и возрастов. А это обыкновенные сизые голуби. Они обитают на улицах, скверах и площадях городов. Любите голубей, это наши большие друзья. К сожалению, с развалом СССР это хобби в стране начало исчезать. Сегодня это увлечение присуще людям старшего поколения. Ну, это мало, это очень мало. Это, если, как раньше, вот я, когда вот отец занимался, у нас вот по улице были здесь вот, Бегины, там, это самое что, там, Потаповы, то есть по одной улице. Вот сейчас уже, ну, в три, может, даже в пять раз меньше. Наш второй герой Александр Яковлевич Уваров тоже дружит с этими птицами с самого детства, в трех лет. Ему по праву можно присвоить статус потомственного голубевода. Отец занимался, дед занимался, отец, брат его занимался, вот, и, самое что, и по маминой линии тоже два брата, два, и, самое, тоже занимались. Живя бок о бок с друзьями, пернатыми, маленький Саша во время школьных перемен прибегал в этот двор вместе с друзьями и, как результат, вечно опаздывал на уроки. Появлялись замечания в дневнике. Отец Александра Яковлевича принял решение отказаться от своего увлечения. Прошло время, где-то в 64-м году, уже братья мои подросли, тоже средний стал папа, ну, давайте сам заведем, ну, давайте парочку. И мы вот в 64-м году он нам разрешил, мне разрешил, ну, немножко, немножко. Началось все с двух пар голубей, потом четырех, потом пяти, пока их было не так много, держал на балконе многоквартирного дома в микрорайоне. Но когда их стало более трехсот, необходимо было перелетать. Сейчас уже мало держать нельзя, потому что болезни, вот, и потом, как говорится, увлечение переросло, ну, вот, жалко, ну, хочется еще. Вот таких вот хочется, вот таких хочется. И поэтому все набирается, набирается, набирается уже очень много. Таких больших и шикарных по птичьим меркам апартаментов, пожалуй, нет ни у кого в районе. Голубей здесь столько, что глаза разбегаются. Не знаешь, на какой из пицц остановить свой взор. Встаем, выходим, смотришь на их состояние, как они, бодрые, веселые, смотришь, ага, да, и начинаешь немножко, вот, по погоде. Посмотрел, какая погода, если пасмурно, все равно, вот, я высыпаю им, норму знаешь, одну кастрюльку высыпаешь им, все, воды наливаешь, вот они попили, ждешь, когда погода будет. Погода хорошая, запускаешь, нет погоды, значит, они сидят. А потом начинаешь, подметаешь, чистишь, подмел, посмотрел, погода. А если уже начинают они летать, то отнимают тоже много времени. Начинают, пускают где-то в 9-10 часов, и потом они, бывает, что садятся, иногда садятся сразу через час, иногда бывает, что по 3 часа. Ежедневный уход за своими питомцами, забота, в материальных расходах говорить не любят. Он рассказывает, многие другие домашние животные, если речь идет о содержании, обходятся хозяинам намного дороже. Здесь другое, поясняет мужчина, чувство любви. Которая, понятно, далеко не в 7. Трепетных и душесчипательных историй за всю их совместную жизнь великое множество. В прошлом году вот так вот была у меня одна голубочка хорошая. И вот летала, вот 4 часа отлетала больше она. И вот так вот ветерок был туда, и она и самая что. Вот стоит и стоит на месте, стоит и стоит. Уже час стоит, два стоит, три стоит. Ниже, выше, ниже, выше. И потом раз, я уже у меня там вот есть, вот есть этот бак, есть лопата, на которой от ястреба отбиваемся. То есть стрелять нельзя в городе, отбиваемся. И вот секунды буквально, несколько секунд оттуда подходит ястреб. Я не успел ее даже ударить лопатой пальцем. Хлоп, он забрал ее и все, и понес. А я размечтался, думаю, ну вот если она сядет, я разведу от нее таких, это самое, такое потомство, это самое, что вот. Вот такие случаи. А в общем-то случаев таких, как говорится, подобных, это самое, что интересных, очень много. Его обсуждают, некоторые даже осуждают. Сам мужчина не скрывает, он голубюман, не упустит возможности завести нового друга. Некоторые особи были привезены со Старого Оскола из Волгограда, Екатеринбурга. Посещая выставки с этими животными, он никогда не возвращается оттуда с пустыми руками. Кстати, на одной из таких выставок в 2015 году голубевод со стажем стал бронзовым призером. Александра Уварова отметили среди сотни местных любителей красивого голубиного полета и внешних данных этих изумительных птиц. Мужчину оценили за качество разведения домашних голубей. В хозяйстве Александра Яковлевича в основном голуби николаевской породы, таких разновидностей, как бабочки, жаворонки, серпастые. К слову, их здесь большинство. Все они отличаются своим стилем полета, продолжительность которого около 3-4 часов. Правда, увидеть парение птиц именно этой породы нам не удалось. Для птиц, которым по нраву нашей нескончаемой ветра, погода в этот день оказалась нелетной. Нужен ветер, чтобы был западный. Западный ветер нужен 5-7 метров в секунду. Малый ветер, трудно им лететь, они могут разворачиваться. Мне не нравится очень, когда они разворачиваются. Это, как говорится, как по сердцу. Вот должен быть ветер 5-7 метров, может до 10. Вот тогда они идут хорошо, им легко лететь. Чисто серпастый голубь, привезенный со старого оскола. Как можно угадать, что это именно Николаевский серпастый? Вот изгиб крыла у него. Вот видите, по пальцу. Вот у него изгиб крыла. Попробуйте сами. Вот у него изгиб крыла. И он работает этим крылом. Определяет плавность. Да, вот самое что. Ну, я. А вот представитель серпастых. Изгиб крыла у птицы несколько другой, а, соответственно, иной и стиль полета. Свердловские, высоколетные, крымские, павлины, синемуры. Разновидности столько, что нетрудно и запутаться. Окажется, что Александр Яковлевич сможет различить их даже с закрытыми глазами. Вот самочка. Очень не нравится. Это Дрожжина, вашего с Петропавловича, подарил. Мне два года у него просил. Он никак-никак. И все это самое, что выпросил. Очень мне нравится. И полет у нее, и крыло, и умница она. Все. И мах. Лучше мне от нее не надо. Он может говорить так о всех, рассказывая об их способностях, демонстрируя их необычный внешний вид. Вот, к примеру, еще одни любимчики. Серпастые красные, редкие птицы, прилетели в Ахтубинск из Ленинска. В районе таких больше нет ни у кого. Или не менее любимые голуби николаевской породы кипельно-белого цвета. А вот эти, к примеру, по своей окраске очень напоминают диких голубей, которых мы привыкли видеть на улицах города. Есть ради них и вот такие загадки природы. У этого голубя мама и папа были чисто белого цвета. И вдруг вот такие цитные крылья. Чтобы не потерять своих сказочных любимчиков, а бывает и такое, что голубь может заблудиться и потерять дорогу домой, у каждого из них есть своя метка. Вот кольца, не именные кольца, но по этим кольцам я определяю, что это голубь мой. На правой ноге задний ноготь отрезан. Когда они маленькие, вот еще только гнезда, начинают у них голышки. Отсекаешь, вот смазываешь зеленкой, тогда это... А бывало такое, что ваши голуби к другому околу будут? Конечно, это довольно часто. Конечно, у соседа здесь, он звонит, и твой голубь у меня. Как? Да, метка твоя, и сам что? Бывает часто довольно. Если твой питомец залетел к чужому, свою же птицу придется выкупать. Немного странно, конечно, но это не самое большое разочарование, которое может произойти. Единственное, за что так переживает наш герой, это кому передать свое пернатое наследство. Молодое поколение не разделяет с ним его любовь к голубям. У меня два сына. У моих братьев, то есть, тоже по два сына, то есть, четыре у меня племянника, но никто не занимается, это самое что, никто. Вот, то есть, у меня внук, внук и внучка, и внук тоже, это самое что, вот, 11 лет ему, вот, приходит, прибегает, раз-раз делает, прошел, посмотрел, взял, и все, и все. И вот, недавно он в этом году брал домой парочку голубят, потом звонит через воду, дедушка, можно я тебе привезу их назад? Я говорю, что? За ним же сам надо уходить, чистить надо. Все, примерно, наши голубеводы, все пенсионеры, все, то есть, ну, единицы там есть, которым 50 лет. Болит сердце мужчины, что молодежь не поддерживает увлечение советского времени, от того и знания, и опыт передать, увы, некому. Александр Яковлевич выступал также с идеей создать в Ахтубинском районе клуб голубеводов, но и здесь поддержки не почувствовал. Пока что его голуби пользуются популярностью только на свадьбах. Нашему герою вот-вот исполнится 70 лет. Хочется пожелать ему и его питомцам долгой счастливой жизни, ведь они друг без друга никуда. Разлучить их разве что на несколько часов может только высота. Пока пернатые на земле, больше обращаешь внимание на их внешнюю красоту. Но когда птицы взлетают в небо, демонстрируют свое мастерство, замираешь на месте от удивления, от неземной красоты птичьего полета. И тут становится ясно, за что наши герои боготворят своих питомцев. Это моя жизнь. Вот в ней вот все. Мне не интересует кур. Немножко интересует, но это самое. Вот индюки есть, они не интересуют. А голуби – это не другой такой птицы, которая бы вот так вот любила дом, прилетала за несколько километров. Такая любовь, что зародилась потомственная. Уж очень хочет Александр Уваров пополнить свою голубятню новыми питомцами. Но пока воздерживается. Правда, пообщавшись с ним, кажется, что это ненадолго. До следующей выставки. Кто знает, может, и свои собственные. Там, там, высоко, над землею кружит стая. Если смотреть наверх, кружится голова. И мне так легко, словно это я летаю. И рядом только небо синева. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова